Приветствую вас и давайте для начала, прежде чем говорить о вашей ситуации, попробуем немножечко для себя пояснить то, как вы позиционируете свои проблемы. Вы просите нас помочь вашему мужу преодолеть свою проблему. Вы хотите ему помочь и хотите, чтобы он чаще о вас думал. Я это прекрасно понимаю ваше желание, потому что неприятно, когда мужчина предъявляет вам такие вот требования, как ваш муж. Но нельзя через третьих лиц, коим вы в данном случае являетесь, помочь человеку, если он не хочет сам. И вот почему. Дело в том, что, чтобы мы не сказали вам, какие бы правильные слова мы не употребляли, они будут пропущены через контекст вашего взаимодействия с супругом. И это будет достаточно проблемой для вас, потому что супруг, даже если мы будем правы, он не воспримет то, что вы ему расскажете правильным образом, именно в силу характера вашего отношения. Я надеюсь, понятно, понятно говорю. И поэтому, если он действительно хочет избавиться от своей проблемы, то, к сожалению, как бы вам это было, может быть, неприятно осознавать или как-то еще, но, к сожалению, нужно только с ним самим работать и решать эту проблему. Если мужчина хочет от этого избавиться, но при этом не хочет сходить ни к психологу, ни к сексологу, то значит, он не настолько сильно дразит вами, он не настолько сильно хочет счастья вам, и настолько сильно хочет жить с вами счастливо, чтобы вот что-то конкретно для изменения ситуации делать. И, к сожалению, до тех пор, пока мужчина сам не захочет, помочь ему невозможно. Это, ну, к сожалению, это так. И, исходя из ответов моих коллег, вы, наверное, уже сделали такой вывод, что мои коллеги, они центральной фигурой в своем ответе сделали вас. И это не просто так. Дело в том, что простимулировать вашего супруга на то, чтобы он захотел что-то менять, можете, по сути, лишь только вы. Как? Через обособление от него, через показ ему того, что, вообще говоря, мириться с тем, что он делает, вы не будете. И что вы собираетесь вести себя несколько по-другому, а именно вы будете защищать только свои интересы, и то, что вам не нравится, вы делать не будете. Но об этом вам уже говорили. А я немножечко хотел пояснить вам, почему произошло то, что произошло с вашим супругом. Возможно, это немного простимулирует вас к тому, чтобы самой начать все это менять и перестать, в общем-то, потакать капризом твоего мужчины, как бы и каким бы он дорогим для вас не был. Вот. Значит, посмотрите, какая происходит ситуация. Вы встречаетесь и ругаетесь на почве ремонов. Это означает, что вы переживаете вот тот самый период, да, когда люди учатся дрожить друг другу, учатся понимать, что кроме любимого человека больше никого нет. И этот период вы вроде бы как прошли. Но при этом у мужчины, вот этот момент, кстати, я не очень хорошо понял из вашего сообщения, потому что вы пишете, что мужчина до армии вам вроде бы несколько раз изменял, но при этом непонятно, встречались вы на тот момент или нет. Давайте предположим, за неимением какого-то, ну, ясного ответа на этот вопрос, предположим, что мужчина изменял вам на момент, когда вы уже встречались, а значит, ваша ревность была оправдана, да, а его ревность, когда он вас ревновал, была связана с тем, что мужчина сам для себя считал вполне естественным, нормальным, ну, или если не сказать нормальным, то допустимым поведение, при котором он вам изменяет. И именно с этим связана его вот такая вот ревность, вплоть до того, что он, там, говорил, что он не будет с вами спать, пока вы не там проверитесь и так далее. И это означает, что, изменяя сам вам, мужчина пытался восстановить свою уверенность в себе, свою самооценку, свою самодостаточность, с которой у него были проблемы, к сожалению, еще до того, как он с вами начал встречаться. То есть эти проблемы были изначально, и они давали о себе потихонечку знать, как. Ну, я надеюсь, это понятно, как. То есть мужчина, по сути, изменял вам не потому, что он вас не любил, он вас, судя по всему, любил и любит. Раз, и до сих пор с вами, и семью вы создали, и вообще он хочет, значит, избавиться от этих мыслей, и хочет, в принципе, хочет жить с вами хорошо, жить с вами в любви, как говорится. Но ему тот мечтает. Что ему мечтает? А мечтает ему как раз-таки то самое изначальное желание самоутвердиться, которое преследовало его, когда он вам изменял, и которое теперь преследует его, когда он хочет, чтобы мы изменили ему. Дело в том, что других женщин он завоевывает. И когда он был в армии, для него вот то, что вы там, например, его ждали, для него это было испытание. Вы это испытание прошли, прошли достойно, прошли хорошо. И для него, особенно после рода, после того, как появился ребенок, стало очевидным, что вы принадлежите ему, что вы от него никуда не денетесь. И он перестал чувствовать, что, в общем-то, как-то, значит, борется, сражается и добивается вас. И действительно, в этом плане он не может относиться к вам так, как раньше. В этом плане мужчина действительно чувствует, что все-то не так. что его перестало удовлетворять то, что раньше удовлетворял. Ну, мы здесь говорим, наверное, о том плане, как он воспринимает вас. То есть вот тот факт, что он чувствует, что вы полностью принадлежите ему, существенно осложняет ваши взаимоотношения. И для чего он хочет, чтобы вы ему изменились? Для чего он этого хочет? Он думает, что если вы ему измените, значит, вы уже вроде бы как станете в меньшей степени его. И это поможет мужчине почувствовать, что он вновь должен вас добиваться. Что, собственно говоря, и опосредует, по его мнению, улучшение ваших отношений. Да, то есть он вновь захочет вас, вновь будет вас любить, ценить и так далее. Но проблема в том, что этого, скорее всего, хватит так же, как и в случае вот с изменой, этого хватит лишь на какое-то время. А потом он опять, скорее всего, будет просить вас опять ему изменить, как средство, способ, значит, повышения своих отношений по самооценке. То есть, когда он с вами и у вас все хорошо, ему кажется, что он никуда не растет. Ему кажется, что он теряет собственную мужественность. То есть, по сути, он перестает чувствовать себя мужчиной с вами. Вот это и ключевой момент, который мешает вам, условно говоря, жить счастливо. И именно для этого, для того, чтобы жить счастливо, чтобы мужчина вновь ощущал себя, значит, мужчиной, чтобы он чувствовал свою мужественность, вот именно поэтому вам и нужно как раз работать над собой. То есть, вам нужно, не изменяя ему, то есть, придерживая своих моральных норм, моральных идеалов, не изменяя ему, вам нужно придерживаться той позиции, согласно которой вы ему верны. Но, если для мужчины верность на данный момент означает невозможность чувствовать себя мужчиной в его понимании, то для вас сейчас актуальна задача, при которой вы показали бы своему мужу, что верность отнюдь не означает спокойствие в отношениях и отсутствие необходимости что-либо делать для того, чтобы добиться женщины. А вот это, к сожалению, невозможно до тех пор, пока вы не будете что-то делать такое, чтобы соответствовало только вашим интересам. Потому что отчасти проблема возникла еще и потому, что вы, скорее всего, полностью перестали соответствовать своим идеалам, вы полностью перестали действовать в своих интересах, стали в большей степени стремиться угодить своему мужу, что об этом вы упоминаете в том, что пишете. И вот это и снижает вашу ценность, это и снижает вашу, так сказать, значимость для мужа. Именно поэтому, да, к себя, собственно говоря, своими и ведет. Именно по этой причине. И вам нужно развиваться, вам нужно прогрессировать и двигаться в сторону обособления, в сторону установления личных границ, в сторону достижения независимости от него, в сторону, ну, показывая тому, что если мужчина не будет там давать вам то, что вы хотите, то вы найдете это у кого-то другого. В сторону доверия своим ощущениям и в сторону отказа от помощи ему. Потому что еще раз, помочь можно только тому, кто этого сам хочет. Вашему мужчине пока выгодно то, что он делает, то, как он себя ведет. И до тех пор, пока ему это выгодно, он и будет придерживаться такой модели поведения. Дабы эта модель поведения стала для него неактуальной, нужно сделать так, чтобы он перестал видеть в этом выгоду. Для этого нужно сделать все то, что я перечислил. Поскольку аудиозапись получилась уже достаточно большой, то именно контекст личностного роста, как, кстати, вам обещали мои коллеги отчасти, я его приглашил в данный момент оставить. Потому что это, знаете, зависит от того, в чем именно у вас проблема есть. То есть в чем именно сейчас у вас наблюдаются слабые стороны. Ну, например, вот предположим, что вы идеально выполняете роль жены, идеально выполняете роль матери и так далее. Но при этом вы явно забыли себя как женщину и забыли себя как личности. Если это так, если вы чувствуете сами, что вот в этом есть определенная проблема для вас, то нужно намечать для себя цели, чтобы данный пробел, ну, чтобы данный пробел восполнил. И тогда, когда ситуация начнет улучшаться. При условии, если ваш муж вас любит. Если у него есть истренные к вам чувства, то то, что вы будете делать, он оценит и поймет. И даже для вас это станет как бы, ну, как бы, перерождением в отношениях, да, то есть выход на новый уровень. Если же чувства у него нет, то тогда это будет все продолжаться. С его стороны будут продолжаться своего рода претензии, обвинения, возможно, даже браки. И для начала мне бы хотелось вот просто задать вам такой, скажем, ну, пусть будет, скажем, темп, да, пусть направление. Будет говорить, что у вас доходит добра. То есть из этого можно сделать вывод, прошу прощения, если он не точный, что вас мужчина бьет. Так вот, бить свою женщину совершенно неприемлемо. И первый вопрос, который в этом контексте я хотел бы вам задать, заключается вот в чем. Почему вы позволяете мужчине себя бить? Вот почему и ради чего вы позволяете ему это делать? Вот с ответа на данный вопрос и начните думать в большей степени о себе, начните позиционировать себя как независимую женщину и не позволяющую никому, в том числе и супругу, делать то, что ей не нравится. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok